Чтобы утеплить ноги одного бойца, требуется вот такая большая команда. Окантовка, работа с мехом, со складным чулком, стельком. Заключительный этап на Татьяне. Расскажите, в чем заключается ваша работа? Моя работа заключается пришить заготовку к галоши. В итоге получается готовый сапог. Такие резиновые сапоги выдерживают до 30 градусов мороза. Сначала краят детали, далее сшивается заготовка. Параллельно с этим льется подошва. Также отдельно шьется вставной чулок. Готовый чулок, который служит утеплителем, он держит, учитывая технологии современной фольгирования материала, держит тепло ноги по принципу термоса. Такие практичные сапоги уже успели оценить мобилизованные кисловачане. Для них партию обуви сотрудники фабрики произвели бесплатно. Учитывая сегодняшнее время, когда наши бойцы глубокой осенью отстаивают наши интересы в специальной операции, мы представили наши образцы, они очень понравились, презентовали их всем кисловачанам, которые были призваны защищать наши с вами интересы. Мобилизованных обеспечивают не только обувью. На соседней трикотажной фабрике по пошиву спецодежды производят тельняшки и термобелье. Полотно изготавливают сами. За его качеством следит Ильяна. Если идет, допустим, какой-то брат, исправить что-то, поменять иголочки, помазать, почистить, поменять пряжу, чтобы все у меня было тик-ток. Очень переживаю за них, за всех. Поэтому, конечно, хотелось бы, будем работать, помогать, а что делать. Обеим фабрикам уже почти 30 лет. В эти непростые дни сотрудники объединились и делают одно большое доброе дело. Зима впереди. Мы презентовали продукцию «Теплые тельняшки». Это разовая акция. Но я думаю, что по мере необходимости всегда будем их поддерживать во всем, чем они будут нуждаться. Реализуют продукцию по всей стране. В день производят до тысячи футболок. Теперь наши бойцы одеты и обуты, и зима им не страшна. Выяснили технологию пошива одежды и обуви. Анастасия Толстолуцкая и Иван Шаталов. Ставропольское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok